Вадим Майяров Получится, что я с ней продолжаю этот спор, при том, что она ответить не может Вот, спорили, я поддерживал ее Вот этот ее проект, мы были в Думе перед самым убийством, она его продвигала, давала мне почитать закон о люстрациях Интересная идея была, там отрабатывали какие-то тонкости, детали Шансов на принятие этого закона было, конечно, очень мало Но работали на будущее, как нам тогда казалось Галина Васильевна претендовала, конечно, на роль министра обороны И могла участвовать в выборах Рейтинг был невысокий, но, понимаете, я об этом с Ельцином говорил Я был заместителем Яковлева, то есть не заместителем, а помощником Яковлева Александра Николаевича на телевидении, а перед этим другого Яковлева Тоже, который руководил телевидением Я видел, как это все устроено, что продолжается пропагандистская кампания, огромное влияние чекистов вот этих старых связей Ельцин говорил правильные вещи, там надо разогнать эту организацию КГБ А потом изменил мнение, потом начал этих ребят возвращать потихонечку к власти И вот в этом аспекте я видел ситуацию, на телевидении нужно было как-то их отстранить от того, что они делали, так сказать, как пропагандистская кампания И они очень сильны были, в общем, именно в этом, в пропаганде, в советской, а потом уже вот антидемократической пропаганде Я говорил Борису Николаевичу, нужно заниматься пропагандой новой системы ценностей На одном из совещаний, встреч с руководителем партии Борис Николаевич гордо встал, когда я сказал про необходимость продвижения новых ценностей в пропаганде Сказал, никогда больше в России не будет пропаганды, какой бы то ни было А пропаганда шла, антидемократическая пропаганда А дерьмократы, это термин, который родился на телевидении именно в то время Очень резкие выступления против демократии Ну, руководители проектов телевизионных, многие Это были бывшие чекисты или люди, очень связанные с чекистами И я за несколькими, так сказать, следил Даже статью написал по этому поводу, о том, как чекисты рвутся к власти Демократия в штатском В 97-м году статью, Паша взял ее, Паша Гусев Для московского комсомольца Так что пропаганда шла И нужно было что-то делать Я уже забыл, какой был вопрос Ну, не важно Уже 4 минуты отговорили, хватит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!